Привет, Лего Мэны! С вами я, SLM444, и я рад приветствовать вас в нашем третьем выпуске проекта Лего Комната! Сегодня мы с вами закончим клеить обои, а также подберем новенький пол. Я надеюсь, что у нас не возникнет никаких проблем, и тогда, может быть, даже к концу выпуска у нас уже будут готовые стены и готовый пол вместе взятый, и тогда в следующих выпусках мы уже сможем начать приступать к подсветочкам и новым шкафам и расстановке Лего в моей Лего коллекции. Ну а тем временем я хочу, чтобы вы, конечно же, подписались обязательно, поставили лайк и скинули все выпуски проекта Лего Комната своим друзьям, чтобы у нас повышались просмотры, я стараюсь для вас, и надеюсь, что вам нравится, так что вперед! Кстати, прежде чем мы приступим, за мной вот такая вот фоточка была, это то, что у нас сейчас есть в наличии в моем магазине SuperLegoStore, ссылка есть в описании к видео, также на заказ мы можем привезти вам любые новинки Лего Звездные Войны, и не только, пишите, все ссылки в описании, будем всем рады! Так, мы со Стигом пришли выбирать пол, смотрим, какой он светлый, не знаю, я бы хотел что-нибудь, может даже типа такого, я хочу холодный оттенок, типа такого, только вот, чтобы не было такого черноты вот такой, а это что такое? Это нет, уже не натуральный, паркет такой вот этот, да, тут? Да, вот, натуральный дерево, а это что? Квартинилая плитка, она сделана в основном для прочности, для проходимости, то есть она по прочности и по экологичной. Вот такой цвет надо, что-то типа такого, короче, вот такого цвета паркета нет, но есть кварцевый ламинат, за этим сказали будущее, поэтому сейчас будем узнавать за него, он выглядит как дерево, прочно, как камень, не боится воды, но паркета такого не было, кварцевый ламинат я подобрал, как раз таки вот такой. Теременец. Мы со Стигом решили пройтись еще по нескольким магазинам в поисках идеального пола, до этого во всей квартире у нас всегда лежал паркет, но нам сказали, что паркеты такого цвета, которого я хочу, не существует. Не знаю, правда это или нет, но мы начали искать светленький полик, помимо уже подобранного кварцевого ламината. И потом мы поехали в наш любимый магазин опять ночью, чтобы снова его не рекламировать. Здесь выбор, конечно, намного больше, но никакого другого цвета, который бы мне понравился больше, чем тот, который я уже выбрал, я не нашел. Есть какие-то подобные вот такие. Это все фигня, во-первых, это плитка, а не доска. Если мне уже что-то понравилось, то сложно выбрать что-то другое. Знаете? Да. Да? Да, да, да. За деньги, да. За деньги, да. Я придумала, что подарю Игору на открытие его лего-комнаты, это будет его портрет. Копия один-один вообще, даже подходит по цвету. Пришли со стигом в магазин электрики, выбираем розетки, выключатели. Решил сделать вот такой, наверное, строгий черный выключатель, выключатель и розетки, потому что будут светлые обои и черные, примерно такого оттенка шкафы и полки. Наверное, будет прикольно сочетаться. Также еще вот всякие штучки для того, чтобы проводить розетки. Сейчас все подберем, возьмем и закупим. Пока что мы купили кабель, подрозетники и переходники. Вернулись домой и поклеили всю стену, перед которой стояли раньше шкафы с лего. И сейчас продолжим дальше клеить оставшиеся обои. В этой комнате происходит нарезка обоев, все разложили. Все делается вручную, никаких карандашей. Просто сложили и сейчас будем все резать. А за кадром хранятся все вещи из шкафа, которые только что освободили и передвинули. Таковы жертвы ремонта, да. Приходится заформлять другие комнаты. Ну что ж, рулончик порезан. Куда пришла оттуда, откуда даже не ждали, надпись просвечивает за обоями. Придется сейчас растворителем все стирать, либо мазать штукатуркой. Вот так вот все избавились. От надписи еще что-то чуть-чуть проштукатурим. Конечно, не факт, что она бы просвечивала через обои, когда они высохнут. Но от греха подальше решили сделать так. В общем, уже процесс пошел. Очень странная вещь произошла с дверью, потому что она теперь вот так скрипит. Я не знаю, что за прикол. Шкаф полностью готов к тому, чтобы его можно было убирать отсюда и вклеивать обои. Полетели! Просить меня прямо в рожим. Все-таки в качестве решения для пола в моей лего-комнате мы решили остановиться на кварцевом ламинате, который подобрали в самом начале серии, потому что ничего более подходящего по цвету, который я себе в голове придумал, мы не нашли, да и вряд ли найдем. Ну и плюс он самый такой демократичный по цене, интересное заявлено у него качество, что он там не царапается и водонепроницаем и так далее. И хочется попробовать эту штуку, поэтому сейчас поеду оформлять заявку на него, чтобы нам его привезли, его пока что нет в наличии. И потом вернусь, и команда Стига должна уже будет поклеить остатки обоев. Погнали! Босс мне секунду отлучился, босс это я, и за время моего отсутствия Стига и его друзья доделали всю работу, сейчас будет реакция. Я еще сам ничего не видел, ничего не видел. Все, я когда отлучился, у нас оставалась вот эта стена, вот. И капец, в комнате вообще просто цвела, такая белая светлая стала, круто. Очень красиво, светло прям аж. Че, как ты думаешь, сюда зеркало ставим? Вот, главный помощник. Для чего зеркало вы узнаете в следующих видео. Я со Стигом завтра отправляюсь за фанерой. Фанера нам нужна для того, чтобы сделать подложечку для нашего пола. Сейчас пока лежит старая подложка, ее убираем, кладем в фанеру, покрываем, сначала мы покрываем в фанеру все этими разнообразными там антисептиками и клеянием 2-2, и кладем сверху подложку для нашего кварцевого ламината и кварцевого ламината. Так что, за работу! И мы снова приехали в наш любимый магазин, теперь уже днем, потому что все и так понимают, что это за магазин. Для чего нам нужна фанера, спросите вы? Кварцевый ламинат, который мы подобрали, отличается по своей высоте от паркетной доски, которая у нас лежит во всех остальных комнатах в квартире. Поэтому, чтобы не было перепада по высоте пола по отношению к остальным комнатам, мы решили постелить под кварцевый ламинат вот такую вот фанеру. И сейчас мы повезем ее на резку. Гениальные чертежи Стига. Для распила фанеры. Ничего не понятно, но очень интересно. Кстати, многие интересовались в комментариях, какая площадь моей лего-комнаты. Она составляет порядка 15 квадратных метров. И в будущем, конечно, хочется обзавестись более большой комнатой. Или подвалом. Всю фанеру нарезали в соответствии с чертежами Стига, и мы загружаем ее в грузовичок. Загрузили со Стигом машину фанерой и отправили его за грузчиком. Поехал за ним в погоню сейчас. И если не запылился, я бы все сделал без тебя. Итак, мы решили приклеить фанеру к бетонной плите перекрытия. Сверху все, что мы приклеили, мы прижимаем нашими шкафами с лего. Все передвигаем и оставляем в таком виде, чтобы все высыхало и приклеивалось. Следующим этапом нам нужно будет сделать все то же самое с другой стороны комнаты. Ну вот и все. Пол разобрали. Итак, аккуратно сейчас убьем. Длинной-длинной, кредкой-короткой. Ну что ж, ребята, очередной этап закончили. Ваш любимый стик. Приклеить фанеру оказалось недостаточно. В некоторых местах она хрустела, когда по ней ходили. Поэтому мы решили еще прикрутить и вбить дюбеля. Для того, чтобы избавиться от хруста и для большей прочности. Все пришло, друзья. Плинтус, подложечки и сам кварцевый ламинат. Что ж, сейчас будем распаковывать. И, наконец-то, пласть новенький коврик. Что я сказал, я не знаю. Класть новенький полик. Да, ура. Я в предвкушении. И приступаем. Шкаф есть. И шкафа нет. Все, мы его разобрали. И ниша будет полностью освобождена. Эй, Стик. Привет. Что мы будем делать сегодня? Попробуем завоевать мир. Суперлега Мэн 444. Мы будем сегодня укладывать подложку для дальнейшего монтажа ламината. Итак, в эфире 5434 серии. С вами Стик. Тутух, тутух, колеса, битьма, обрелься. Мы в Москве строим дома уже третий месяц. Мимо мелькают кирпичи и джамшут. Немножко подрежем. Все будет хорошо. И для меня награда в год 500 рублей. Весь таджикистон куплю на их. Эй, эй, эй. Центр города. Пробки, районы, движения ловки. Красим стены. Конец 5434 серии. Здравствуйте, в эфире 5838 серия. С вами снова полюбившийся Амстик. Замутка на СМН 444. 444. А я исполняю его муты. Итак, мы переходим к настилке ламината непосредственно. Немножко грубо распаковываем. Таким старым, варварским способом. Вот так вот. Попробуем снова защелкнуть. Если честно, мне отчетят, я ничего не вижу. Вот так будет происходить настилка. Сейчас мы здесь вымениваем, подгоним, защелкнем. И пойдет второй слой. Это была 5898 серия. Пока. До новых встреч. Вот мы и приехали. Ни у меня, ни у Стига, ни у нас вместе. Не получается нормально уложить этот пол. Здесь остаются вот такие большие зазоры. Вот так вот будет лучше видно. И замки вообще нихера его не держат. Этот пол. Пока ты пытаешься присоединить что-то здесь, размыкается что-то вот здесь. Вот. Я не знаю, я посмотрел видяшки на ютюбе. И вроде у остальных людей все нормально было. Поэтому может быть у нас какая-то бракованная партия. Они называют себя бракованная партия. А может быть просто, не знаю, но вот сейчас вроде улеглось. Но вот тут как-то стык не очень. Вот тут вообще бракованная доска. То есть вот тут покрытие соскрябанное. У одной доски вообще замок отломался. В этом месте вот это вот это замки. Вот. И замок даже не издает никакого щелчка. Но, честно говоря, я не знаю, должен ли он издавать щелчок. Именно у этой доски. Но это логично, если это замок. Вот. Поэтому сейчас поедем, видимо, разбираться. В магазин, где покупали этот пол. И вероятнее всего нам придется его задать. Потому что пока что-то с ним ничего не клеится. Не знаю. Проблема в том, что мы уже прифигачили фанеру к бетону. Как бы к плите-перекрытия. И эту фанеру уже не отодрать никак. Она на клею. Плюс еще дюбеля туда пришпандорили. Ну, в некоторых местах небольшой хруст был. Вот. Сейчас все отлично. Все вложилось. И раз фанеру не снять, значит, мы не можем сюда уже положить никакой паркет. Потому что паркет по высоте будет больше, чем вот этот кварцевый ламинат. И тогда у нас пол будет вот здесь вот выступать наоборот кверху по сравнению с коридором. Напомню, что фанеру мы кладем для того, чтобы потом пол шел ровненько с полом в остальной квартире. Хрен знает, короче. Не знаю. Попробуем это решить. Ну, а пока что кварцевому ламинату фирмы Fargo. Без лайк. А я уже надеялся, что сегодня будет постелен полик. И уже комната будет обретать свой вид. Время без 10 и 8. Приехали со стигом. Магазин закрыт. Хорошо. Ну, ничего, завтра будем разбираться, значит. Сегодня работникам магазина повезло. Мы приехали обратно. Я попробовал сам еще раз положить пол. И вроде теперь получилось без зазоров. Не знаю. Но пока что осталось так. Но вроде бы все вышло гладко. Просто надо было чуть-чуть успокоиться. Собидать зен. И быть более хладнокровным. Быть в делах. Вот. Но факт поломки замка. И факт вот этого брака покрытия. Это не отменяет, конечно. Но зазоров уже вроде нет. Вот тут, конечно, чуть-чуть есть. Но не сильно. Может, это даже покрытие само такое. Ладно. Разберемся. Ну что ж. Обои поклеены. Они высохли. И как вы сами можете наверняка заметить на камеру. Видны все равно некоторые такие темные пятнышки. Через них. Это то, что у нас стена не была зашпаклевана полностью шпаклевочкой. Были какие-то темные вкрапления на стене. И да, почему-то обои оказались не такие толстые, как мы рассчитывали. Они оказались тоньше. Просвечивают слегка. Не сильно, конечно. Но такое присутствует. Я не знаю почему. Потому что на ощупь обои были отличные. Не сурадится получилось. Но я не разочаровываюсь. Не огорчаюсь. Все круто в любом случае. Потому что все равно эти обои не будет видно. Тут будут стоять шкафы с лего. И с другой стены тоже все будет заставлено лего. В принципе, обои практически видно не будет. Главное, что они просто белые. Создают пространство. Расширяют его. И в комнате стало светлее в любом случае. Так что обоим лайк. Ничего такого. Все круто. Ну а пока у нас остались нерешенные проблемы с полом. Я решил зря время не терять и разгрузить мои шкафы с лего. Все сейчас буду доставать и убирать в коробке. Для того, чтобы почистить шкафы. А также подготовить их к подсветочке. Потому что совсем скоро мы уже начнем заниматься ей. И да. Я также еще думаю переставить все наборы. Все мини-фигурки. Другую расстановку сделать в шкафах с лего. Поэтому в любом случае надо все отсюда доставать. Из всех трех шкафов. И расставлять по новой. Но этим мы займемся уже в следующем выпуске нашего проекта Лего Комната. Обязательно переходите по ссылке в описании в мой магазин Супер Лего Стор. Все новинки для вас привезем и доставим в лучшем виде. Ну а в следующих выпусках нашего проекта мы уже будем приводить комнату к ее чистовому варианту. Разберемся наконец-то с этим полом. Что с ним так, а что не так. И будем переходить непосредственно к полкам, шкафам, подсветкам и ко всему остальному. Будем идти по плану. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Обязательно ставьте лайки и комментируйте. Еще увидимся, Лего Мэны. Пока-пока. Пау!